В своем последнем публичном заявлении террорист, возомнивший себя мучеником, читает стихи из Корана. Поистине Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что им рай. Они сражаются на пути Аллаха. Они убивают и бывают убиты, и это великий успех. О, те, которые уверовали, сражайтесь с теми, кто сражается с вами. Я не думаю, что Коран как-то связан с убийствами. Коран не призывает забирать у людей жизни. Коран говорит о бытии, о терпении, о милосердии. Основная цель шариата – прощение. Человека нужно прощать, а не только судить и убивать. Я считаю, что исламский закон о возмездии убийцам – один из самых прекрасных законов Корана. Если выбирать из всех хороших законов Корана, я выбираю этот. Существует так много разных толкований Корана. В одних стихах Корана находят поддержку люди умеренных взглядов. В других – то же самое получают радикалы. Коран чтит женщин. Коран воздает почести женщинам. Как женщина, я каждый день ощущаю это на себе. Я не обязана носить хиджаб. Это мое личное убеждение. Коран называют самым влиятельным в идеологическом плане текстом в мире. Но трактовки Корана кардинально отличаются друг от друга. Так что же действительно говорится в Коране? И насколько мусульмане и не мусульмане понимают послание и историю Корана? Трудно представить, когда еще этот вопрос стоял так остро. Коран Ортодоксальные мусульмане верят, что Коран на своем оригинальном арабском языке – это истинное, неприходящее и неизменное слово Божие, данное пророку Магомету архангелом Гавриилом в пещере в Аравийской пустыне почти полторы тысячи лет назад. Мусульмане верят, что послание Бога передавалось частями в течение 23 лет до смерти пророка в 632 году. Считается, что Магомед был безграмотен, но обладал безупречной памятью. После каждой встречи с архангелом он повторял послание Бога родственникам и близким друзьям, которые записывали его на кожи и пальмовых листьях, на всем, что оказывалось под рукой. Спустя 20 лет после его смерти эти обрывки были объединены в первую полную письменную версию Корана. Для большинства мусульман услышать, как Коран читают вслух, значит испытать силу божественного откровения в виде звонкого голоса из невидимого мира. Это Слово Божье, подарок Всевышнего. Так Бог разговаривает с вами. У меня такое чувство, что Бог говорит со мной. С Линой, живущей в Каире в 2007 году. Со мной он говорит точно так же, как говорил с Магомедом, жившим в Мекке. Он говорит со мной, а не с моим разумом. Он говорит с моим телом, с моим сердцем. Это божественное чудо. По многим причинам это необыкновенная книга. Во-первых, в ней чувствуется величие языка. Он написан удивительным языком. Иногда, читая его, я плачу. Я стою перед Богом. Я с Ним. Мы одни. Он смотрит на меня. Он слышит меня. Он говорит со мной через слова Корана. Мусульмане верят, что Коран – это последнее божественное откровение человечеству. В нем всего немногим более шести тысяч стихов, то есть примерно в пять раз меньше, чем в Библии. Но в отличие от Библии, в нем нет явной хронологии. Это ряд откровений внутри сложной повествовательной структуры. Это не историческая книга, это не книга по морали и не проповедь. Это и не научная книга тоже. Коран стоит особняком. Ни до его появления, ни после не было ничего, даже отдаленно напоминающего его. Коран дает человеку ориентиры и позволяет ему самому додумывать детали. Поэтому, мне кажется, это книга указаний. Сегодня ислам – это религия огромного размаха. Более миллиарда человек от Северной и Южной Америки до Китая и от Финляндии до Южной оконечности Африки исповедуют ислам. Но внутри этого единого мира веры существует значительное отличие, касающееся положения женщин, отношения к миру и насилию, наказанию и прощению. В некоторых мусульманских странах девочки лишены права на образование, а женщины – право участвовать в выборах и водить машину. В отдельных странах женщинам приходится пробираться сквозь задние двери в сегрегированных автобусах. В других мусульманских странах женщины возглавляют политические партии и даже становятся во главе государства. В отдельных мусульманских государствах казни через забрасывание камнями, повешение и обезглавливание проводятся публично. В других смертная казнь вообще отменена. Существуют также поразительные различия в формах богослужения и веры. В этой мечети в иранском городе Гум молодые люди обращаются к имаму Али, мученику и зятю пророка, который, как они считают, слышит их молитвы и заступается за них перед Богом. Другие мусульмане отвергают подобные обычаи, считая их почитанием святых и богохульством. В этой турецкой мечети тот же имам Али, мученик и основатель шиизма, смотрит на верующих, которые распространяют послания мира и гармонии между всеми, кто верит в единого Бога, христианами, мусульманами и евреями. Здесь мужчины и женщины молятся рядом друг с другом. Они поют песни и иногда даже танцуют. Другие последователи того же Корана считают такую форму богослужения, как и художественное изображение Али, святотатством. В этой мечети на другом краю того же города мужчины молятся только с мужчинами. Считается, что противоположный пол отвлекает внимание, поэтому женщины отгорожены ширмой. В некоторые мечети женщины вообще не допускаются. Но если ислам уходит своими корнями в Коран, а Коран — это последнее неизменное Божье послание, откуда берутся такие различия?